Цветник у подъезда многоэтажки Людмила Сидоровна разбила 17 лет назад. Начинала с небольшой клумбы, а сегодня цветы занимают весь полисадник. Три года назад помогать цветоводу стал Юрий Витальевич. Он сила физическая, Людмила Сидоровна дизайнерская. Любовь к цветам зародилась у нее в 6 лет, когда после войны переехали из Новосибирской области в Краснодарский край. Купили дом, а во двор, в сад упала большая бомба. И там вот такой вот величины воронка. И она как выбросила землю, глины кругом, земли не было. А у соседей сад, вот эти цветы всякие. Я как к заборчику встала и так стояла. И Алексеевна бабушка, она говорит, тебе это нравится? Да, нравится мне очень. Цветы я не отходила. Она мне объяснила, что где можно взять землю, если мама мне даст кусочек земли. И я все лето ведерочком таскала землю, натаскала, она дала цветочки, посадили эти цветочки, выросли. И потом у меня уже хорошая грядка была. А мама через два года, что ли, решила на моих цветах, говорит, освобождаю, я посажу лук. Со мной там, конечно, была истерика. Я так кричала, что Алексеевна бежала со всех ног, что случилось. Но я показывала пальцы на грядку, и она поняла, что... Ну, она моей маме говорит, Анна Михайловна, этого делать нельзя. Это живые существа, как же она их выбросит? От рада в цветах и по сей день. Сегодня помогают и соседи. Кто принесет с дачи цветы, кто купит специально для посадки у подъезда. Есть, правда, и те, кто нет-нет, да и выкопает лилию с клумбы. Юрий Витальевич тоже возделывал землю всю жизнь. А когда переехал в многоэтажку, заскучал. Потому и решил не смотреть, как Людмила Сидоровна работает, а присоединиться к ней. Раскопали еще небольшой кусочек земли. Три часа вот копал. Камена, ну, лопату невозможно. Я как в изюминке выковыривал это самое. Вот так вот вот. Все это выковыривал, скидал. Потом вот часть только маленько, она говорит, оставим, чтобы горку делать. Вот и вниз подкладывается. Альпийская горка – следующая дизайнерская задумка цветоводов-любителей. Но уже в этом году им вполне можно подать заявку на конкурс цветников, что проводит администрация округа. Заявки принимаются до 15 июля. Пять номинаций. Среди них – «Цветущий двор» и «Лучший цветник-полисадник». Итоги конкурса подведут в конце лета. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов. Программа «События». Программа «События». Продолжение следует...